здравствуйте смотрите проект беседа медицины канале arctic tv сегодня мы снова в отделении таракальной хирургии встречаемся с его заведующим с крябиным саниславом анатольевичем здравствуйте санислав анатольевич обычно мы приходим к вам отделение в день борьбы с курением в ноябре вот сейчас на дворе февраль но тем не менее есть повод к вам заглянуть расскажите нам поподробнее о петре баяндине вот для меня это было открытие мне подсказали перед тем как в интервью писать что он тоже был таракальным хирургом петр андреевич баян действительно учитывая послевоенные годы и потребность очень большую потребность именно в лечении пациентов с легочной патологии это травмы послевоенные и это туберкулез эти пациенты большой класс требовала хирургического лечения поэтому вот одним из основных направлений именно хирургии в областной больнице это было таракальной хирургии чем занимался патр андреевич и уже в 50-е годы выполнялись большие полостные операции под наркозом резекции легкого который только вот можно сказать развивалась эта легочная хирургия в центральных клиниках а вот петр андреевич он как-то вот в те ранние годы уже подхватил то есть на вас лежит большая честь и ответственность и традиции славные продолжать таракальное отделение самое северное в россии и единственное на всю мурманскую область его основателем можно считать петра андреевича баяндина имя которого сейчас носит клиническая больница баяндин и его единомышленники во всеуслышание объявили о возможности выполнения полостных операций резекции пластики на пищеводе и легких именно в это время появилось оборудование необходимое для интубационного наркоза который пришел на смену местной анестезии однако такие смелые планы не поддерживали руководители здравоохранения области даже критиковали петра андреевича за прожектерство мол москва только начинает осваивать это направление куда уж нам но баяндин не отступил он лично обратился в министерство здравоохранения с ссср с просьбой оценить уровень подготовки врачей больницы прибывшая из москвы строгая комиссия дала положительные заключения позволила врачам заниматься данной деятельностью после чего отделение работало в течение трех десятилетий однако с развитием новых направлений хирургии 90-е годы 20-го столетия таракальная хирургия оказалась в роли пачерицы была незаслуженно забыта выполнялись в основном только экстренные операции по жизненным показаниям и только в 2002 году отделение на 25 коек было буквально реанимировано ежегодно здесь проходит лечение порядка 600 пациентов и выполняется четыре сотни операций расскажите пожалуйста на чем вы вот бьетесь в своем отделении и что вы хотите донести какие знания до наших зрителей до ваших пациентов несмотря на то что мы часто рассказываем о себе но количество пациентов и количество заболеваемости не уменьшается к сожалению и наша основная цель это своевременная диагностика и своевременное лечение неясных процессов органов грудной клетки в частности неясных процессов легких нас всех периодически отправляют на флюорографию мы все не хотим туда идти но вот идем раз в год и проходим флюорографию при каких-либо аномальных изменениях на флюорографии или на рентгенограмме грудной клетки пациенты обращаются каким-либо специалистам терапевту участковым хирургу онкологу ну и желательно бы чтобы они все-таки обращались в дальнейшем к нам для того чтобы думать они прямо обращаются думаете человек может действовать и сказать о имеете что-то аномальное думаю такого же не происходит конечно же их должны направлять участковые врачи к нам на консультацию к таракальному хирургу для того чтобы определить тактику введения таких пациентов и определить что дальше делать вот с этими изменениями которые неожиданно были выявлены я правильно вас понимаю что до сих пор они как бы не доходят до вас на консультацию со своими этими аномальными изменениями моды в поликлинике и год и два и три так вот вяло текущее выясняется своим терапевтом на участке что же не так то возможно около я думаю 30 50 процентов пациентов с выявленными изменениями до нас не доходят почему это происходит потому что их успокаивает тот факт что изменения например недостаточно больших размеров второе отсутствие клиники то есть отсутствие жалоб пациента и отсутствие изменений увеличение вот этих процессов каких-то очагов изменения размеров очагов в динамике там через полгода через год и пациенты они себя успокаивают то что у них все-таки этот процесс какой-то можно так сказать не злокачественного характера и не доходят до нас не доходят до хирургов может а я правильно понимаю что легкие легочная ткань она ведь не болит она не имеет нервных окончаний если только плевра да можно вот скажите пожалуйста то есть такой патологии все люди могут отходить и не знаешь то есть любые процессы в легких очагового или инфильтративного характера небольших размеров вы правильно сказали они себя клинически могут не проявлять если они не сдавливают бронхи не сдавливают плевру поэтому но в норме это не должно быть у человека поэтому наша тактика вот нашего отделения это при малейших изменениях в легких попытаться установить клеточный состав вот этого образования максимально это удалить любое аномальное изменение в легочной ткани более что у нас сейчас достаточно высокотехнологичная и малоинвазивная хирургия очень развита те самые эндоскопы какие-то пункции не пункции это все равно операция но она малоинвазивная выполняется через мини доступ и и время реабилитации очень минимальная это около пяти семи дней и в основе диагностики заболеваний органов дыхания и органов грудной клетки лежат рентгологические исследования самые простые рентгологические исследования проводятся на базе поликлиник города мурманская и мурманской области это флюорографические исследования при выявлении патологии на флюорографическом исследовании пациенты направляют на исследования более расширенные это рентгенография органов грудной клетки в различных проекциях рентгеноскопические исследования органов грудной клетки и наверное последним решающим этапом диагностики органов дыхания и грудной клетки является компьютерно-томографическое исследование в мурманской областной больнице на 2015 год запланировано 1200 исследований на компьютерном томографе, которые проводятся для пациентов всех учреждений города Мурманска и Мурманской области бесплатно. Так что при выявлении патологии органов грудной клетки лечащий доктор может направить вас на исследование в Мурманскую областную больницу, где вы получите достоверные результаты исследования и заключения по вашему заболеванию. И в дальнейшем при консультации узких специалистов вам будет назначен план лечения. Продолжение следует... Вот отделение таракальной хирургии – это единственное на всю Мурманскую область. И вы как заведующий располагаете всеми цифрами. С чем вы имеете дело? И в динамике что мы видим у нас на севере? В динамике, к сожалению, а может быть и даже не к сожалению, все-таки происходит увеличение роста заболеваемости по легочной патологии. Но в первую очередь я считаю, что это связано с увеличением количества оборудования в городах Мурманской области, а именно компьютерной томографии. То есть сейчас в любом городе есть в любой центральной районной больнице... То есть выявляемость стала выше, а все-таки на первом месте какая патология? Среди легочной патологии. Но это, к сожалению, онкопроцессы, онкология на первом месте. А когда вы призываете все-таки пациентов доходить до ваших консультационных центров, вот что в областной больнице, какую диагностику могут провести высококачественные? Значит, в первую очередь выполняется, конечно, рентгенологическое обследование, в том числе компьютерный томограф, который достаточно современный и может смоделировать любую ситуацию, которая внутри у нас происходит. Эндоскопическая служба, которая может, если есть изменения ближе к бронхам, выполнить безоперационную биопсию. Ну и уже если эти методы недостаточны или не дают точного диагноза, то вступаем уже в силу тогда хирурги, то есть берем гиопсию непосредственно на очага или убираем полностью измененные участки лёгкого. Мы сейчас говорили в основном про планы от пациентов, а что касается экстренной помощи, кто по экстренной помощи чаще всего к вам попадает? По экстренной помощи в первую очередь к нам попадают травмы грудной клетки осложнённые, то есть когда есть уже повреждения лёгочной ткани, органов средостения, то есть сердца, пищевода. Ранения, которые проникают в полость грудной клетки. В данном случае у нас тоже развита методика торакоскопических вмешательств, то есть при травме мы тоже выполняем малоинвазивные вмешательства, которые минимизируют хирургическую агрессию и как можно раньше способствуют быстрой реабилитации пациентов. Экстренно кто к нам ещё поступает, я просто хотел сказать, это пациенты с осложнённым течением гнойных процессов лёгких, то есть это абсцессы лёгкого, гнойные плевриты и осложнение хронических заболеваний лёгких, то есть пациенты, которые пульмонологически требуют хирургических каких-то вмешательств. В своё время мы с чахоткой все боролись, вроде туберкулёз победили. Что сейчас угрожает? Атипичной пневмонии? Туберкулёз, к сожалению, мы не победили. До конца. И он есть, и есть он среди обычных граждан, не обязательно асоциальных. Поэтому и среди вот той части пациентов, которые с неясными процессами, о которых я говорил в начале, где-то процентов около 30 это туберкулёз, к сожалению. Который он где-то вот сидит и ждёт, когда его найдут. К сожалению, так. И иногда единственным методом диагностики, несмотря на то, что у нас стезиатрическая служба развита, является именно хирургическое вмешательство, которое даёт уже точный диагноз, что это у вас туберкулёз. Не станем утомлять наших телезрителей подробным рассказом о всех медицинских технологиях, находящихся на вооружении мурманских таракальных хирургов. Как и латинскими терминами. Скажем только, что работают в таракальном отделении люди увлечённые, которые постоянно совершенствуются в своём мастерстве. Так, например, у заведующего Станислава Скрябина на странице в Ютубе собрана целая коллекция видео с описанием операций, которые практикуют мурманские врачи. Одни будут понятны, наверное, только специалистам. Другие, как, например, о вреде курения, адресованы в первую очередь пациентам. Полностью освоены методики с технологией теракоскопического вмешательства на средостине. Образование средостине – левоузлы любой локализации, гиперплазии вилочковой железы, тимомы, кисты и образование перикарда, невреномы и другие образования. Но главное, что эти мини-фильмы доктор делает в свободное от работы время сам. Вот вы в каком возрасте стали заведующим? В 33 года. Я вот еще хотела спросить, у меня тут в кабинете, такой скромный кабинет, правда, весь в цветах, я не знаю, как ему удается их разводить, но тут под стенами вот видно, допустим, бейджик, что вы в Сочи были волонтером. В качестве кого? Как долго? В качестве помощника, как сказать, обслуживающего персонала, помощника, который организовывал. А свои навыки врача пришлось там на Красной Поляне демонстрировать? К сожалению, нет. Там медицинская служба была достаточно развита и среди местных медиков, поэтому... Ну, судя по всему, значит, вы еще у нас на горных лыжах стоите и языками иностранные владеете. Хорошо, я тут видела еще один диплом, как лауреат в конкурсе «Лучше доктора» – это что за номинация? Ну, существуют определенные интернет-ресурсы, можно так сказать, соцсети, которые среди медицинских работников, которые врачи выкладывают свои интересные случаи клинические, обсуждают их среди других врачей. Ну, и вот ввиду того, что у нас, наше отделение, оно сплошь в этих интересных случаях, поэтому, как сказать, более частому пользователю данного ресурса, и, я так понимаю, коллеги оценили наш опыт, который мы предоставляем другим коллегам-врачам, они вот решили так. Я думаю, пациенты оценят, а скажите, а как вам можно попасть вот к такому заслуженному, заведующему, такого уникального отделения теракальной хирургии? Ведете ли вы прием в консультативной поликлинике? Есть ли какие-то дни, часы? Вообще, как вот там у себя в поликлинике добиться, чтобы терапевт, там, я не знаю, пульмонолог, если он там есть, направление в областную больницу написали? И каждый четверг мы, я веду прием в Мурманском диагностическом центре по направлению участкового врача любой специальности. То есть, все это бесплатно осуществляется. Ну, я думаю, будет прием еще у нас дополнительно вестись, это в консультативной поликлинике областной больницы в ближайшее время дополнительно.